6 мая NVIDIA представила видеокарты нового поколения GeForce GTX 1070 и 1080. А первой пока ничего не известно, а вот вторую мы уже привезли в редакцию, изучили и готовы поделиться подробностями. В основе платы лежит архитектура Pascal. Структурно это калька с текущей Maxwell, изменился только блок тесселяции. Что же касается платы, то по количеству процессоров она отстает от 980 Ti на 10%. Но за счет перехода на 16-нанометровый техпроцесс она потребляет на треть меньше энергии и работает на в полтора раза большей частоте — 1733 МГц. Еще один сюрприз — новый вид памяти. На карте стоит 8 ГБ GDDR5X частотой 10 ГГц и на шине в 256 бит. Добавили в Pascal и новых технологий. С помощью утилиты Ancel в некоторых играх можно разблокировать камеру и снять скриншот с любой точки и под любым углом. При этом на выходе получаются как VR-панорамы, так и обычные картинки, правда с разрешением до 61 тысячи пикселей. Кстати, работать технология будет не только на Pascal, но и на текущих Maxwell. Для скоростных мониторов появилась синхронизация FastSync. Она исключает фризы и разрывы изображения, но, в отличие от V-Sync, не ограничена 60 кадрами в секунду. И, наконец, GeForce научились работать с многомониторными конфигурациями, устраняя искажения на боковых дисплеях. Технология называется Simultaneous Multi-Projection и не требует повторной обработки геометрии. Все рассчитывается на движках тисселяции. Эту же технологию прикрутили к VR, что позволило примерно в два раза увеличить количество FPS. Плюс для шлемов картинка теперь считается не прямоугольником, а овалом в соответствующем форме линз. А это еще несколько бонусных кадров в секунду. Получил VR и несколько эффектов физикс, а также очередной метод честного расчета звука. А теперь к самому интересному – самой видеокарте и тестам. Наша версия GeForce – это референсная Founders Edition. Внешне она похожа на предшественников. Металлическая пластина жесткости, чуть измененный стальной кожух и турбинная система охлаждения. Для питания нужна одна 8-пиновая вилка. Для подключения мониторов есть DVI, вторая версия HDMI и три DisplayPort с поддержкой 10-битных HDR-дисплеев. SLI тоже есть, причем в скором времени появится поддержка режима LDI Implicit, который позволит сложить память двух видеокарт. Впрочем, это дела будущего. Давайте посмотрим на тесты. Full HD для карты оказалось слишком низким разрешением. На максимальных настройках мы получили больше 90 FPS во всех играх. Аналогично с QHD. Самый низкий результат выдал Tom Clancy's The Division – 68 кадров в секунду. Остальные тесты перевалили за 70 FPS. С 4К ситуация следующая. До идеальных 60 FPS карта не дотянулась, но планку все равно подняла. Все наши игры пошли со скоростью от 38 до 45 FPS, а это на 20-25% больше, чем дает GTX 980 Ti, которая потребляет на треть больше энергии и стоит тех же денег. Подведем итог. В новом поколении не так много интересного. Техпроцесс, быстрая память и утилита Ancel. В остальном, архитектура осталась старой, а свежие технологии получились слишком специфичными. Однако самой карте это не мешает. GTX 1080 – это самая быстрая плата в мире, и нам очень интересно, как на это ответит AMD. Техпроцесс, быстрая память и утилита. Техпроцесс, быстрая память и утилита. Убийство о